В этом году активные жители смогут пройти обучение и стать общественными контролерами, получив часть полномочий жилищных инспекторов. Их статус будет закреплен специально нормативным актом. Делается это для того, чтобы эффективнее проверять работу управляющих компаний, усилиться контроль за подрядчиками, работающими по программе капремонта. Острых вопросов в такой болезненной сфере, как ЖКХ, меньше не становится. У кого крыша после ремонта течет, у кого тепла нет. Другие, несмотря на ужесточение законов, не могут забрать документы на дом от старой управляшки. Главный жилищный инспектор обещает помочь. Жителям придется в который раз направить жилищникам уведомления. Если не отдадут бумаге, штраф 200 тысяч. Во Владимире процесс пошел. Жители уходят от управляющих компаний и суды встают на их сторону, если добровольно не получается. Волнует общественников и рост тарифов. Вроде заморозку обещали, а с лета свет, вода и тепло вырастут в цене на 8-11 процентов. Плюс надбавка тем, у кого нет счетчиков. Отличный подарок в кризис. Мы хотели бы от нашей организации восстановления обратиться к нашим местным депутатам, к депутатам законодательного собрания. То есть то, что сейчас для народа будет для многих неподъемное время, чтобы они уже вышли с какой-то инициативой по поводу этих всех подорожаний. А вот взносы за капремонт увеличивать пока не планируется. Собрать бы эти. О штрафах неплательщикам чиновники пока не говорят. Зато предлагают бонусы. По итогам полугодия дома жителей, оплачивающих ремонт на 90 процентов, поднимутся в программе на несколько строчек выше. А вот полуветхие дома из списка будут вычеркивать. Мы не должны допустить, чтобы средства жителей были вот таким образом использованы на дома, которые через два года могут быть признаны аварийными. Уже тогда у нас будет администрация области думать и принимать решение, что все-таки с этими домами делать. Еще из новшеств. За действиями подрядчиков будет введен строительный контроль, чтобы отслеживать сам процесс ремонта, а не только результат. Скоро в регионе появятся и общественные контролеры, частично наделенные правами жилищных инспекторов. То есть мы по итогам обучения жителей будем их наделять полномочиями общественных жилищных инспекторов, чтобы они могли на начальном этапе собирать информацию о нарушениях в сфере ЖКХ, передавать ее в ГЖИ, проводить проверки совместно. Краткосрочный план капремонта на этот год уже сверстен. Вот теперь фонду придется пройти настоящий экзамен на прочность. Задача серьезная – привести в порядок почти 700 домов. Еще пара сотен – хвост, который тянется с прошлого года. В общей сложности получается раз в восемь больше, чем сделано этой осенью. Но и пожелания от общественников – выделять на работы побольше денег, чтобы капитальный ремонт не походил на текущий. Жители хотят, например, скатную крышу. И они готовы все деньги до 40-го года вложить в эту крышу, потому что крыша – это голова дома. Но получается так, что денег не хватает, им делают обычно плоскую крышу. В очередной раз, через пять лет, эта крыша просто-напросто начнет течь.